ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, сегодня давайте попробуем вручную пирамидность привёрнуть Распада Чисто, да? Два, три, вот Ну, как и предвидится, да? Есть разные, но можно Я имею в виду не тот, который обнаружен в принципе, может быть разным Панели стандартные, расширенные там Скалярные, все-таки скалярные Вот И заряженные Всякие могут быть хиксы Если мы будем И стандартные модели рассматривать А тут будет другую Ну, давайте рассмотрим Последний распад нейтрального хикса Вот Который здесь есть, стандартный модель Значит, я Был обнаружен, да? Для этого нам Как описывать скалярную частицу Мы гидравильную знаем, да? Вот Как описывать стандартную на вторую, я тоже знаю Ну, здесь немножко я хотел бы вернуться, чтобы напомнить вам Ну, наверное, я уже писал Давайте ещё раз напишу Ну, вот Вот Граждан Ну, если мы вспомним, что Дель По дель Ну, например, уравнение По гранжу, да? То это будет сколько? Дель По дель По дель По дель По дель Ну, как отсюда легко видеть Ну, не знаю, легко или не легко Наверное, легко То Мы получим уравнение герой, да? Или не получим Ну, давайте попробуем Вот Если мы Попробуем Вот Эта часть грудской, как Одна Вторая, да? И В данном случае Займем Минусом По Пси Согласно, да? Ну, вот По Пси Чертой Так, да? И ещё По Пси Так, да? Вот То есть Это будет ещё одна Минус Одна Вторая М Пси Согласны? Согласны? У вас уже Вы полтора часа уже работаете Вы должны поснуться, да? В форме быть Это я О, не в форме, да? В форме В форме Правильно? Вы ещё иницировали Вот И это равно Почему? Вот Дель Подпси Вот это, да? Сколько? Минус Одна Вторая Си Теревая В форме Си Согласны? Как-то вы дефилепсию относитесь А то Гамм А, да, да, Гамм Я забываю Извините Ну вот Слава Богу Теперь она скучинает То есть тогда мы видим, что это как раз по самому родине герой. Почему я это все пишу, чтобы мы сейчас вспомнили, что теперь мы все должны продолжить по плоским лунам. Значит, это будет сумма на единица на корень 2s в от b. Есть два решения. Помните, мы это уже обсуждали с положительной и отрицательной частотой для уравнения герой. Например, мы напишем, что равняется. Аp на u на e в степени минус ipx. Это решение с положительной частотой. Так, да? И плюс b крест p на v на e в степени ipx. Вот так вот мы должны будем это сегодня писать. Для чего я пишу, что мы сейчас с вами немножко вспомнили операторы a и b. Такой смысл, как снимешь. Так же мы будем жить. Ну, если я теперь под действием уравнением герка сюда, да? Ну вот, на psi, да? Я получу, что получу? Я получу, соответственно, p... Так, сейчас давайте соображу. Значит, вот имею в виду. Еще раз напишу. Даже если сюда перевезу, да? Вот это будет и гамма мю для мю минус n, да? Си равняется мю. Вот то, что мы в уравнении получили. Это уравнение герка. Согласны? Ну, на... Ну, как мы будем действовать? Значит, если мы действуем, то... А гамма мю, да, действует только вот на эту величину. Правильно, да? Согласны? Ну, на... Здесь от... Ну, производная только от х. Правильно? Здесь только все от p зависит. Правильно, да? То есть тогда получается сколько? И гамма мю, это будет в мю, правильно? Очень нравится. Довольно. Согласны? То есть это будет... Соответственно, pμ на гамма мю минус n на у равняется 0, да? Так или нет? Вот. А, соответственно, для В, в общем, pμ на гамма мю плюс m на В равняется 0. Ну, то есть... Ну, то есть... В это... Это у от минус b, да? То есть это от p, да? То есть... В от p равняется u от минус b. Правильно, так же должно было быть. Так, да? Вот. Ну, я не буду повторять, но вот, что касается этого решения, да, решения этого уравнения, мы с нами его уже находили, да? Вот. Вот. Оно будет... Сколько оно будет? Ну, ну, от p, это был вот так у нас корень, и записано плюс m. А, я напоминаю, что два и фи мы сюда записали, да? Вот. Фи на, соответственно, фи2b на это словом плюс m, фи, да? Вот что такое вот это. Так, да? Вот. И мы с вами договорились, и мы, наверное, договорились, лучше сказали, что u на u равняется два и фи. Я все, кто вам напоминает, сейчас нам это все понадобится. Вот. Ну, а, соответственно, v, ну, это u от минус b, то есть я могу записать, как это, ну, u от p. Другим способом я могу записать, как сигма p на epsilon минус m на хи, да? Вот. Ну, и тогда я делаю минус b, получаю плюс b, и я делаю плюс m. Так, ну, тогда я тут вот уже вот. Так, да? Ну, вот, пожалуй, я вам напомню то, что мы с вами обсуждали, но и благорожан. Благорожан я напомню для того вам, чтобы вы взяли дом, посчитали гамильтонианом. Я не хочу сейчас на этим заниматься, я просто вам напишу сейчас ответ. Вот. А вы дома сосчитаете, потому что воровых руках вы считаете ничего не приспадает, как это, не имеют никаких подводных камней сложностей, как не вычисляет бисколярного поля. Помните, да? Ну, то есть, отсюда вы можете найти пи, да? Ну, импульс. Знаете, а вот по граждану, да? Ну, вы знаете, как найти, так сказать, импульс. Правильно? Знаете? Как его найти? Это dm по dps с точкой, правильно, да? Отсюда знаете пи, да? Потом знаете, если плотность импульса, да? То вы можете найти гамильтониан. Помните это? Знаете плотность гамильтониана, составляете пси и находите гамильтониан. Вот. Уражение, как вычисление, по арифметике довольно простое. Ну, думаю, как, ну, довольно длинное. Я не хочу его сейчас делать. К тому же, с колярным полем мы это делали. Правильно? Делали? Ну, новая реакция, да? Никакой реакции. Делали? Не делали? Делали. Слово было. Значит, ну, я предлагаю вам дума. Интересно в том, что гамильтониан, когда будет сумма по епсилон от а крест а, ну, это что, b, да? Минус епсилон b, а b крест. Вот, пожалуйста, получите дома вот такой ответ. Постарайтесь, чтобы он у вас такой получился. Значит, если у вас совсем непреодолимая, как это, трудности в его получении, ну, тогда мы потратим время, получим его на семинаре, да? А пока я предполагаю, что вы можете потратить полчаса, получить дома. Так вот, а написал для того, чтобы вы увидели, что в таком гамильтониане есть проблема. В чем оно заключается? Расскажите мне тут проблему. Проблема заключается в том, что мы предполагаем о коммутации b и b крест, правильно, да? Если они, что, коммутируют, да? Когда я так представляю, да? И получаю, что, неположительно определённый гамильтониан. У меня будет епсилон а крест а и минус епсилон b крест b. Правильно, да? Понятно, да? То есть, для того, чтобы получить положительно определённый гамильтониан, операторы, чем можно, должны антикоммутировать. И мы это постулируем, да? Что они антикоммутируют. Иначе, если гамильтониан будет неположительно определённый. То есть, должно быть не коммутация, а антикоммутация. Видно, да, всем? Предположим, что вы дома получили вот такой результат, да? Ну, вот так, представляем, там проявляется, как мы уже с вами обсуждали, бесконечная константа, да? Которую для нас не важно. Но если эти коммутируют операторы, то это бирба креста, да? Минус епсилон b. А нам здесь нужно иметь знак плюс. Понятно, да? Надо что-то иметь. Иначе, эти операторы должны антикоммутировать. Ну, и вот это постулируется для перриона, для того, чтобы мы получили совсем не то, что нам нужно. Ну вот. Итак, мы знаем теперь, как написать разглажение, да? Решением уравнения, первое, как мы уже занимались раньше, да? Ну, я вот это немножко вам напомню, да? И, ну, вот, напомню, браку, про... А v на v равняться, соответственно, не назвали, да? Напомню про нормировку, которую мы использовали. Рано хочу отметить, что нормировка u и v, она, естественно, не однозначна, да? То есть, если вы откроете учебник, да, какой-нибудь, то вы можете увидеть, что там u с чертой на u равняется 2. Да? Вот. Такое тоже возможно. Да? Ну, тогда вот здесь будет стоять и два ε, на коре или z. Коре или z на ε. Ну, так, как... Поделить, да, и до множить. Понимаете, да? То есть, я просто говорил, могу здесь 1 на коре 2m поделить, а здесь до множить на коре 2. Правильно? Тогда будет нормировано лучше, что nu равно на 1. Вот. Ну, я почему я вам сразу это говорю, что встречается, как это... Нет общепринятой нормировки этих функций. Вот. То есть, целишь, ну, неизвестны две, да? Вот. Вот. Ну, смотри. Итак. Ну, мы, давайте, вот, используем такую нормировку, потому что тогда, ну, для диаграмм Рейнона не так больше, по крайней мере, нравится. Куб поли из 2 ε, на В, и тоже тогда. То есть, все одинаково, как-то, понимаете, да? То есть, для бозонов и для фермионов. Ну, а теперь давайте попробуем перейти вот... То есть, задача, с которой я сегодня подъявил как-то в начале семинара, да? Попробуйте дать вероятность такого распада, да? Если раньше мы его считали, как это, гипотетически предполагаю, что, возможно, существует, да? Хикс, да? То теперь он существует, да? И уже никаких гипотез, да? Вот. Вполне существует, правда, пока еще один. Вот. Ну, учитывая, что стандартная модель почему-то, да не трудничество, согласуется с экспериментом. В диаграмме никто не может найти отличие, по-моему, так она и останется. Вот. Стандартная модель была написана много-много лет назад, да? И там были нейтральные токи, которых не было, да? И Хикс, которого не было, вот. И все, так сказать, согласуется со стандартной моделью. Значит, итак, для того, чтобы нам сочетать этот распад, да? Нам нужно представить у граждан взаимодействие, да? То есть это вот как киль-кабы взаимодействия с фермионами поляна. Ну, давайте будем считать, что скалярный, да? Вот. Тогда, если скалярный, то как будет писать? Ну, какая-то константа Ж, которая сандартной модели известна, да? Ну, она, наверное, неизвестна. Вот. Наверное, я пишу просто про константу Ж, да? Соответственно, будет входить поле. Хиксовское поле, он скалярный нейтральный, да? Ну, и, соответственно, есть два фермиона, да? Которые, да, могут быть, например, электронами, ионами, и саунами, или ваками. Которые, да? Как дальше не писать? Давайте. Совсем простая задачка. А? Пси с чертой Пси, да? Мы для этого с вами уже все обсуждали, да? Пси с чертой Пси – это скалярная величина, правильно, да? Ну, вот. Значит, если хикс сел в скаляр, то тогда что нужно написать? Сюда нужно написать, да? Ну, опять. Правильно? Вот. Ну, вот. Ну, давайте ограничимся вот этим формируемом, да? И попробуем вычислить вероятность расклада хиксов на два фермиона. Вот. Ну, что? Мы с вами должны при этом написать начальное конечное состояние, да? В начальном состоянии какое у нас есть? В начальном состоянии у нас имеется всего один хикс, да? Ну, я даже не буду писать. Здесь подпишем, например, ну, Фи, да? Ну, там сумма, здесь какой-нибудь оператор. С, А, Фи, да? Здесь С, Фи, Фи, да? Ну, и вот. У его, естественно, нет. Правильно, да? Ну, для подвига мы знаем, как это С. Вот. Тогда начальное состояние будет такое, С, Фи, А, да? Согласны? Да? Ну, я здесь еще, если я написал сумму по П, я же рамки на воде. Еще сумма поляга, да? Ну, мы с вами это обсуждали, что это есть в П. Лямда, да? Здесь лямда, да? Потому что есть два решения, да? В которых мы с вами там написали. То есть, лямда, А, лямда, все, да? Ну, сумма по П и по лямбе, да? Ну, поляга. Так мы. Вот. Значит, на ноль. И есть какие-нибудь состояния. В конечном состоянии у нас находится то, что? Находятся два пергиона, да? Один, А, например, П1, да? Поляризация лямбе 1, да? Крест. И В, П2, лямбе 2, крест. Вот так. Находятся два пергиона. После этого мы должны написать маточный рельеф, да? Ну, и дальше повторить уже, по-моему, третью попытку, да? Вычтить вероятность, да? Для этого нужно сочетать маточный рельеф. Ну, давайте, не знаю, может быть, желание писать быстрее, чем я. Кто около доски еще не бывал? А? Все бывают, что ли? Все бывают. А? Все бывают. Все бывают. Ну, по второму разу, если все бывали. Или кто-то не бывал. Вы не бывали. А? Я был три раза. А? Я был на три раза. Три раза, говорит. В этого вы не бывали, да? Да. Раз вы три раза были, да? Хе-хе-хе-хе. Так, значит, 100Ж сразу выносим, да? Да. И, есть, надходительное состояние, да? Там сразу пишем, да? Ну, вот. Ну, до 4х, тогда сюда сразу надо, чтобы про него не беспокоиться. Да, ну по два и лям до два, да, ну, две частицы, да, у нас здесь, по один, лям до один и по два и лям до два, да. Сумописатели говорят? А? Сумописатели говорят? Ну, как хотите, ну давайте, мы сейчас с у и в там не работали, давайте сумму пока напишем, чтобы все убедились. Значит, ну, если одну сумму напишите, она будет общая, да, так сказать, понятно, да. По карту какому-то, да, ну, есть одна сумма от фи, да, есть две суммы пара, правильно, да, да, то есть три суммы, да. Ну, по один штрих, там, наоборот, есть три, да, например, да, какой-нибудь, да. Что-то в таком будет здесь сумма по двадцать три, лям до двадцать три, по каш-три, прям лекар-стри, правильно, да. Ну, давайте сумма по двадцать три. Ну, вы хотите здесь все написать, например? Ну, я думал бы, хи сначала будет из этого, а хи штырка-то сначала. Ну, хорошо. Значит, это будет штырка, крест там, да, стоит. Ну, а крест, ну, просто вот, пси с чертой, пси с чертой, да. Ну, и пси с чертой, соответственно, будет, да. Штырки тогда встали, и пси, нет, и крест с чертой. Ну, у нас стоит, вот, пси с чертой, так как мы можем сейчас представить, да. То есть, он крест делает, и нога, и нож. Согласны? Ну, вот, пси с чертой, пси с чертой, пси с чертой. Ну, я предлагаю вот там еще сверху писать, можно просто. А не туда не ходить уже, когда здесь писали, что стол выставших, скажем. Чтобы легче было. Пси строй. Каппин – пси с чертой. У нас уже районка с чертой. Продолжение следует... 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 Так. Правильно, да? Ну, дальше мы... Давайте, наверное, теперь уже двинемся в эту сторону глазки, да? Наверное, как у нас тоже... Да, пусть все снова слева. Ну, все вот это слева можно собирать. Сейчас очень внимательно. У всех была возможность. Свою ли стирать? Моё ли стирать? Свою ли не стирать? Ну, такая вероятность, да? Ну, там, начинать не будет. Невероятно, если, наверное, яйца маточки у нас нету в квадрате, то просто, конечно, состоянные, да? Вам подсказали их, да? Да. Понятно. Ну, мы сейчас диаграмму дорисуем, где-то, давайте пока квадрат запишем, потом диаграмму дорисуем. Ну, мы сразу, да? Да, до 34-го дельта фунт, и там, на ВП добавится. Правильно? Вот. Ну, то есть, мы опять придем к тому самому ответу, да? Который сам начинает, я говорю, на углу, да? За исключением некоторого дополнительного множителя. Та самая часть, которая не повторяется, да? Которых квадрат распал. Здесь повторяющаяся часть. Видно всем, да? На стоечках смешиваешь, чтобы все понимали, что на цепи вы видите, да? Ну и здесь надо написать, наверное, воду квадратную, потому что, если начинать комплексно, то хорошо. 2, 3, 4, p1, а 2, 3, p2, зачем же? По бесконечным состояниям. По бесконечным, по бесконечным состояниям на 2, p3, в кубе, на каждую, 2, 6, так, да? Ну, еще не всего квадратного будет написать, ну, вот это состояние, но она сократится, да. Естественно сократится, да? Так, да? Вот. Ну, что, значит, теперь я опять подчеркну вам все. По сравнению с распадом полярной частицы на две столярные, да, появился такой множитель, да, который отличается. Дополнение там, да, все остальное то же самое, опять. Ну, как у нас для распада рот, там, был множитель 4, там, 3, что ли, p2. В квадрате помните это, да? Так и здесь появился один множитель. Вот эти величины все, они повторяются, может быть, в третий раз, да? Ну, и лучше мы поняли, что они будут повторяться всегда, да? Вот. Ну, а мы с вами еще пропустили, давайте диаграмму Фейма нарисуем, вот вычлили матричный элемент, да? Вот. Какая диаграмма Фейма, поэтому соответствует, да? Вот, вот, нарисовать эту штуку, да? Как ее нарисую? Давайте попробуем диаграмму Фейма. То есть, есть скалярная частица, да? Второе распадается, да? На две. Значит, да, вот, правильно. Рисуем фермионную линию микролюна. Так. Дальше здесь будет, что, например, там, p1, а здесь минус p2. Понятно, да? Так, да. Идем вдоль линии и пишем, здесь будет у от p1, лямбда 1. Ну, вот, у от p1. А здесь будет у, ну, если хотите, у от минус p2, да? То есть, это v от p2, лямбда 2. Понятно, да, это? Ну, то есть, вот, фермионные линии непрерывные, они не могут нигде прерываться, да? Потому что фермионное число сохраняется. Так, да? И у нас, ну, для того, чтобы она прерывалась, да, должна входить в окружат в си, не в чётной степени, да? Ну, то есть, где-то прерывалась. Вот такого быть не может, да? Кроме того, пока. Вот. Так, да? Значит, ну вот. Ну, теперь давайте, пока, я буду только эту величину оставить, ну, квадратный, только повторите, если у нас сегодня время будет ещё раз, но давайте пока сосредоточимся вот этой величины, да? Потому что, в принципе, вот эту часть, вот без этой величины мы уже вычислили, да? Ну, можем ещё повторить, так далее. А вот эту часть мы сейчас вам не вычислили, да? Поэтому давайте попробуем её вычислить. То есть, квадраты этой величины, как мы это? Давайте попытаемся записать. Давайте я обзыву вот этот пример, да? То есть, m по модели в квадрате, ну, наверное, у вас на лекциях уже это было, да? А здесь давайте распишем больше прогноза в узких, да? И, знаете, я предлагаю, что вам меньше писать, вообще индекс не писать, потому что u от p1 и λ1, да? А v у нас p2, λ2, да? Ну, и чтобы он не занимался написанием индексов, да? Вот. Мы можем их вообще пока отпустить. Понятно, да? Давайте пишем. Ну, чертой на v. Вот это всё равно число, правильно, да? Ну, нет, ну, с другой стороны можете написать это самое сопряжённое. Ну, или m, m, крест сначала. Вот это всё равно число, правильно, да? Согласны, да? Ну, какой крест, крест слева или крест справа, в данном случае всё равно, правильно? Да. Понятно вам написал? Понятно. Теперь он напишет... Ваев? А, нет, нет. Нет, нет. Во-первых, u на v, так сказать, они вообще равны 0, да? Если это одинаково, то есть, если это разно. То есть, заговоров по u на u, это когда здесь стоит b, здесь стоит p. Там стоит p1 и p2, да? Ну, и потом, конкретно, я знаю, что же. Так, да. Значит, теперь вот стоит такая величина, да? Это число. Согласны? Значит, для того, чтобы нам с вами как-то это попытался ручки, я предлагаю силу и так. Давайте напишем вот так и напишем сумму. Ну, у каждого... Что такое у и у с чертой? Это столбец или строка, правильно, да? Хорвестно? Ну, что такое умножить у новое? Это что? Строку на столбец умножить. Нет? Он согласился, остальные согласились, что это строку на столбец умножить. Тогда, это все равно, что я пишу в альфа и здесь у альфа. Сумма. Ну, это, ну, как умножаете, один-один, а два-два. Согласны? Так, ну, он согласился, тогда я иду дальше. Тогда, вот здесь везде стоят после этого числа, правильно? Теперь это уже не строки и не столбцы это числа. А если да, то это два и вот это? Нет. Значит, тогда я вот это могу переставить сюда. Так. Могу переставить? Один разрешил уже. Переставляйте сюда. Тогда, ну, что? Он представь. Вот это теперь стоит вот здесь. Теперь смотрите. Начинается с альфа и кончается альфа. А? Так. То есть это называется шпур, да? От У на У свертой, В на У свертой. Понятно, да? Вот эта величина называется матрица плотности. Не на У свертой или В на У свертой. Это матрица плотности. Ну, это, соответственно, будет состояние P1, да? Для частицы, для состояния P2, для анти частицы. Правильно? Да, матрица плотности. Это матрица, потому что это что? Это у вас столбец умножаете на строку, да? Вот эта столбец, это строка, то есть это матрица. Согласна? Ну, теперь давайте попробуем вычислить. Ну, вычисление матрицы плотности для какого-то конкретного состояния мы пока оставим в стороне. А мы сочетаем следующее, что мы будем предполагать, что мы не интересуемся спинам частицы в распаде. То есть, если мы не интересуемся частицей спина в распаде, то мы что должны? Просуммировать по всем спинам. Правильно, да? То есть, у нас есть вероятность распада со спином так и так, да? Если мы не интересуемся, не изберяем этот спин, да? То есть, это означает, что мы должны вычислять это как сумму с распадом частицы спины. Это по, с линфурсу и против линфурса. Правильно, да? То есть, мы должны суммировать по всем спинам. Правильно? В направлении спины. Тогда, значит, нам нужно вычислить такую величину. Сумму по линфурсу. Чему это равно? Понятно, да? Ну, здесь мы должны суммировать тогда по спинам. Ну, то есть, вычислили такую величину. Областно? Значит, чему она может быть равна? Ну, мы с вами уже, в каком-то смысле, помните, вычисляли, когда у нас были поляризации для спинного яиц. То есть, когда мы просуммируем по линфурсу, она может зависеть только от чего? От импульса, да? Ну, масса может зависеть, но масса – это константа. То есть, она может зависеть только от импульса, больше ничего зависеть не может. Или может? Левая часть зависит только от импульса. Значит, справа надо написать величину, зависящую только от импульса. Так, да? Ну, давайте попробуем ее написать. Это матрица. Да? Тогда, ну, какие могут быть варианты? А, например, П, мю за, на грамму мю, да? Ну, или как мы писали с вами, П по шляху. Помните, писали уже так. Писали. Плюс, например, В, ну, я помню, что, ну, для М, только ради, как это… Ну, чтобы А и П вред числа, да? Так, да? Что еще, в принципе, можем написать? Не, ну как, еще можно писать, казалось бы, с грамма пять, да, поставить? Да? Ну, с грамма пять сейчас не пройдет у нас. Вот. Ну, давайте попробуем. Ну, можно выписать, да? Плюс, например, там, А4, да? А, что я, на грамма пять, да? Ну, такое вот не то, вы можете предложить, да? Хотя, не предлагаете, а я почему-то предлагаю. Можете, да? Все, да? Значит, теперь как бы ни коэффициенты А и В, да? Как бы ни. Ну, я напоминаю, как я это тоже говорил, да? Это, как грамма, на грамму, да? А, можно даже нажать на каждую грамму и дать связь. А, надо что-то попроще, чтобы ноль получился, или еще что-то. На что замножить, чтобы, например, ноль получился? А? Ну, конечно. Правую нам надо вычислить, да? А вот слева нам нужно получать что-то, как это? Попроще бы что-то, да? Ну, на грамму идеально. Да. Ну, то есть, если я сюда, смотрите, по действию В минус М, да? То это будет ноль. Ну, вот только что, вот мы стерлись. Да? Уравнение Диака, да? На В минус М на У, да? Это ноль. Согласно? Ну, то есть, когда я действую сюда, да? То есть, с этой стороны, если я умножаю на такую ручную, да? Я с этой стороны получаю ноль. Ну, либо отсюда действую. Тоже получаю ноль, да? Видно всем это? Вот. А здесь что получаем? Давайте. Давайте я пока, чтобы сильно не видно, вот это оставим в покое. А потом посмотрим, у меня вот почему вот это выпадает. То есть, я сюда под действию, сколько будет. По этому дизукою. То есть, а, то есть, а шляпы в квадрате, да? Аминь. Как написал? Ну, здесь надо с P в квадрате разобраться, да? Со шляпой. Что такое P со шляпой в квадрате? Что значит просто? А P в квадрате это сколько? А почему то со шляпой в квадрате, то со шляпой в квадрате? Ну, пишем, то со шляпой в квадрате, давайте вычисли. Гамма ню. Тогда пишите уже. Будет дальше P ню на гамма ню. Это вот равняется P со шляпой в квадрате, да или да? Так, да. Дальше. Гамма ню, гамма ню, да, мы можем выделить какую? Симметричную и антисимметричную часть, правильно, да? Антисимметричная часть, да, сколько? Ноль. Потому что P мю, P ню, величина какая? Симметричная, правильно, да? Если на антисимметричную будет ноль. То есть нам нужно только симметричную часть. Так, да? А симметричная часть, это сколько? Гамма ню, гамма ню, плюс гамма ню, гамма ню, это будет сколько? Два же ми ню. Да? Ну, еще бы здесь стояла одна вторая, правильно? Тогда мы симметричную и антисимметричную часть выделяем. Да? То есть это будет просто P мю на П мю, правильно? А П мю на П мю, это он квадратный. Да? И двойки не будет, потому что там два же мини, правильно? Один, одна, вторая, три движения нет. Согласны с этим? Кому непонятно? Поднимите руку там, или звуков подайте, или взмахками. Так, А и В, да? А равно В, да? Ну и здесь получается, здесь А равняется В. Согласны? Ну, а вот почему, здесь можно сразу, гамма опять сказать, почему не подходит. Гамма опять подходит, это часть. Смотрите, когда я сюда действую, да? Я получу все то же самое, правильно, да? Согласны? А когда буду действовать с этой стороны, получу противоположность. Понятно, да? Ну, потому что здесь я буду действовать п-см, да? Смотрите, когда действую п-см сюда и п-см сюда. Да? Я когда действую сюда и сюда, получаю одинаковость. Правильно, да? В разе все то же самое. А когда действую сюда, да? То у меня будет п-см. Понятно, да? То есть это не будет тогда нужно. Понятно, да? То есть эта часть нам не подходит с гаммами. Так, да? О. Ну, еще осталось вычислить, то есть а равняется b, да? Ну, осталось теперь вычислить чужая буква, да? Если букву. А так ее дальше вычислить. Опять же, какой-то слева условие попроще наложить, да? С ответом, который вы знаете, да? Какое здесь можно сделать? Ну, вот сюда что-то, да? Вот здесь. Ну, вот я думаю, здесь альфа, b это стоит. А что бы мы сделали, чтобы превратилось в что-нибудь хорошее Свет? Свет взять. Если я свет возьму, то это будет что? У с чертой на у, да? Альфа, b это хастый, это матрица стоит. Правильно, да? Если я беру след, то это означает шпур, да? Вот шпур от этой величины, это будет равняться у альфа, у с чертой альфа. А, но это уже два альфа. Да, да. А это я могу уже, это просто записать как у с чертой на у. Согласны? Нет. А у с чертой на у, это два альфа, да? А шпур от этой величины вы тоже, наверное, сейчас быстро засчитаете, да? Давайте попробуем. Т.е. вычисляем теперь шпур от левой и правой частей. Видно, да? То есть шпур от этой части это будет что-то так. У с чертой на у, да? Нет? Нет. Что ты пишешь? Да. А шпур, да, гавр, уж мы знаем, почему рать. Но он не знает, что это написает. А здесь единичная матрица стоит. Да? То есть, ну смотрите, шпур, когда берем от правой части, здесь что? А это число, гамма-мю это число, гамма-мю. Согласны? Шпур от гамма-мю чего равняется? Нулю. Ну так, шпур от суммы равняется сумме шпур, это значит, да? Вот. Значит, шпур от гамма-мю равняется нулю. Согласны? А шпур от ВМ равняется сколько? Четыре, да? Так, да? Вот. Значит, а равняется одно-второе, да? Но здесь еще стоит сумма по лямбе, да? То есть, нужно еще двойку написать, да? Ну, потому что у вас для каждого лямбда будет одно и то же. Правильно, да? Понятно, да? Да. Ну, вот здесь еще двойку нужно написать. Понимаете, да? Потому что у вас есть, ну как, лямбка одна-вторая, лямбка там минус одна-вторая, да? И каждое это будет все. Два-вторых, правильно? Так, да? Пишем тогда ответ. Тогда вот эта матрица Ро, да, равняется чему? П плюс М, да? Да. Ну, уж чертой у, вот эта вот сумма поняла, уж чертой на у, да? Да. Ну, вот. Давай это стирайте. То есть, вот он не хочет переписывать и говорит, что вот так он будет. Так. Ну, ладно. А если здесь теперь будет стоять В, то как изменится ответ? Ну, да. Ну, да. Это же отрицательное частотное решение. Помните там? Везде, ну как, замена Р на минус М была. Понятно. Ну, то есть, будет здесь стать В минус М. Правильно, да? Так, да. Вот. Замечательно. Так, с этой частью понятно? Или есть какие-то вопросы? То есть, мы вычислили основную матрицу плотности, да? Ну, это просумировано по всем поляризациям. Плюс усередино добавится одна вторая. Помните, да? Если сумму полянка не будет, то едет одна вторая. Так, да? Это просумировано, да? Это будет усередённая поляризация. Если частица у нас была бы начальницей, мы должны были бы уследить по поляризации. А что такое усредить это? Мы просто суммировали, дали какие-то число поляризаций. А здесь мы просто суммируем. Ну всё, тогда что? Тогда стирать надо. Теперь справа, наверное, эта путь останется. Теперь давайте вычислять. Продолжаем вычисление. М по модулю в квадрате равняется шпуру. М по модулю в квадрате равняется шпур. У с чертой. Мы только что с вами вычислили чему-то равно, да? Не, ну там у нас было что? У это было P1, да? Теперь напишите P1, это не просто P, да? Так или не так? Вот. Теперь надо это вычислить, да? Когда мы берём и вычисляем, да? То есть здесь будет сколько? Четыре члена, да? Ну давайте, может, мы всех не будем вычислить. Будет четыре члена. Подводим это два. Так, да? И M. Правильно? Да. В P1, когда на M и по 2 на M шпур от них даст сколько? Ноль. Ноль. А? Да. Вы подтверждаете. Значит, это будет много. Правильно? Вот. То есть остаются вот эти две величины. Так. Ну опять, шкуры надо в квадрате вычислить. Нет, это вам затрудительно. Значит, надо вычислить шкуры от таких вещей. То есть всё сводится к чему? Что мы должны вычислить шкур от гам-лю в гам-лю. Так, да? Стоп. Ну понятно, да? Потому что это не так, что тут надо будет стоять на гам-лю. Но это вами. Правильно, да? Значит, ну метод здесь простой. Кроме соотношения гам-лю, гам-лю, плюс гам-лю, гам-лю, равен яйца 2, ж и ню, у нас ничего нет. Да? Поэтому вот он берёт и переставляет вот так, да? А дальше? Дальше что он делает? Дальше мы его поставим. Да, дальше со шкур. Вот это, он меняет в шкуре, возможно, циклическая перестановка. Знаете, да? Да. А? Да. Да. Вы громко говорите или вообще молчите, да? В смысле, если вы говорите чуть-чуть, я не понимаю, что вы сказали. Значит, вот так, да? И плюс… А здесь только шкур от гам-лю. don't yaz What? Это где-то. Раз, а, Name никакой ню. Как? Вы чего тут обиду всеворов говорите? Отсюда переносим слева направо и получаем с чему равняется курс женинью, правильно? Он равняется чему? Нет, так же курс от дам ню дам ню равняется 4 женинью Согласны? Может курс от одной матрицы равен ню? Так, да Значит, давайте сразу немножко про шпуру и все обсудим Вот вы вычрели шпур одну, да? Если вы будете там дальше от 3 или от 4 вычислять, то что будет? Сколько шпур? Чему раньше курс от 3 матрицев? 3-0 от 5, от 7 А почему? Потому что, когда мы все вставим, потащим первое право, то там будет Так это означает, что нельзя вычислить? Это будет, будет там плюс и там плюс, они просто сократятся То есть это, когда вы, количество чётная матрица, да? Вы делаете нечётное количество пресновок, там будет не плюс, да? Когда вы переставляетесь, тогда будет плюс Если их нечётно, вы сделаете нечётное количество пресновок Так у вас ничего не получится Ну, я думаю, почему? А почему? Ну, я думаю, почему Ну, я думаю, что Конечно, можно Ну, я думаю, что Почему 4 ЖМИ получилось? Вот, видите, какой интересный вопрос Завайте, объясняйте, почему это нечётно 4 ЖМИ Потому что здесь Будучи на матриц, вы не работаете, да? Я бы в конце получил 8 ЖМИ Минус сколько? Как будто получилось? Ну, целитарский, да? Да По двойке должно быть 8 ЖМИ Почему 4? Да 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 Он объяснил, нет? Да Так, давайте сейчас обсудим, почему же от нечётного числа гамма матриц Шпур всегда равен 0 Давайте докажем Вам представляется, что возможно заказать теорему, да? От нечётного числа гамма матриц, шпур равен 0 Чтобы больше нечётного числа гамма матриц Их не вычисляли, а так написали 0 То есть нужно вот эти вот такой шпур Гамма 1 Гамма 2 × 0 Почему это равно не важно? Сказать, что работать нужно, да? Почему? А? Я подумал, что это дано. Ну, и... Ну... 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 Как доказать? Значит, я подсказываю, как доказать. Мы сейчас заказываем. Сюда поставим гамма-5, гамма-5. Гамма-5 на гамма-5 равна единица. Согласны? То есть мы всегда единицу сюда можем ставить. Потом перетаскиваем одну гамма-5 сюда. Поляется минус, да? Ну, ничего, кто я сейчас скоро раскрасил. Поляется минус единица, да? Наш пуль... Тогда гамма-5 стоит здесь. Ну... Пишите у нас дальше написать, потому что и другие могут... Так, да? А теперь гамма-5 переставляем сюда. Ну, и леду сюда, не важно. Циклическая перестановка. А дальше ледом циклической перестановка. Получаем то же самое со знаком минус. Всем видишь? Запишите минус и то же самое. Принус в пуль то же самое, да? То есть это будет сколько? Если а равнее циклической минус а, то чему равно а? Нули. Хорошо. Доказали? Похоже, он не верит своим глазам, но доказал. Что от любого нечетного стабильного матрица шпура а не эта. Значит, нужно только будет нам вычинять шпура четного числа матриц. Ну, не думайте, что это легкая задача, да? Чем больше, так сказать, матриц, тем количество членов будет множиться со страшной силой, да? Вот. Так, ну все. Теперь мы, когда это пока прекратим, давайте вот теперь выключим вот эту вещь, да? Теперь начинаем. Да, а теперь мы это уже знаем, да? Нет. Теперь я говорю про свет. Угрожаю искать. Как? Какой свет искать? Ну здесь. Один, два. Понял. Вот. А, вот так, да. Ну, порой. Да. Минусом в квадрате. Ну, это шпура, да? Это шпура, превращающаяся в два шпура. Да. Минус шпура. Ну, здесь что, курс равнодорожен, да? Да. Ну, по этой динаме мы можем вынести, правильно? Из квадрата. Это где-то просто число. Согласны? Остается шпура, гамоню, гамоню, которую он только что вычислил. Почему восемь? Почему ее не надо? У вас же ее не в repl Ну, что такое? Какой свет? Шпурте, хренурнün, выسم. Если у вас, как в этом смысле, если слет, то в этом свет. Да. Класс стоит с колябровым произведением, а шкур стоит по спинорным и кинцам. Значит, это будет сколько? Более сложные вещи пишите сразу, а как-то попроще. А что вы попроще? Куда попроще? Расскажите. Интересно же, куда вы попроще? Так, габ, анью, заморим. А 4 откуда тогда? Это же произведение. А, нет, нет, нет. Все, все. Ну, пишите тогда номер C1, C2, выясни. Да? Так, нет. Все правильно. Поединка была выжива. Да. А для этого шкур, габ, анью, камбон, он равен 4 же мин. Может, вы правильно представили? Я его противостоки уже стерли. Мы уже стерли. Ну, то есть это все равно. Ну. Четверку вынесли, да? А у нас плюс 100. Давайте именно по 2. Так. Ну, скорее, подозрение поставить именно по 2 минус квадратик. Правильно? Согласны? Ну, а если мы в этой системе подходит, чтобы перейти, то тогда будет сколько? Дальше. Как для массы. Как для массы подрать? Нет. Так, важнее, для массы. Для чего кто гранит? Ну, как? Пишем B. Да. То есть, вот это мы сочетали. Вот это ответ получили. Лев в подарок, да? Теперь мы хотим это просто сочетать в системе центра массы. Да? То есть, когда Хиггс покоится. А то номер нет. Когда Хиггс покоится, как надо написать? Шрифт уравняется по 1 и по 2. Ну, как тогда? Варфермион разлетается в противоположную сторону, да? С одинаковыми импульсами. С одинаковыми импульсами. Нет? Мы пишем, в чем равняется по 1 и по 2. Эксоном в квадрате. Пишем. Да? Минус B в квадрате. Да, ну, то есть, минус B в квадрате. Да. Ну, то есть, минус B в квадрате, но они в разные стороны направлены. Правда? То есть, плюс B в квадрате. Поверка. Так же. Ну, я надену B1 на B2, правильно? Минус B1 на B2. Да? Ну, B1 и минус B2, они в противоположную сторону направлены. Правильно? Да? Фунтозаврного значимого. Эксоном в квадрате. В квадрате. И что осталось? Минус M в квадрате. В квадрате. В квадрате. Ну, проверьте, чтобы все было правильно. Минус M в квадрате. Ну, у В квадрата. Хептозаврного значимого равенства по квадрате. Вот. Правильно? Это невourd dental. Наверное на B2G. Ну, вместо접 из квадратом. Inc. К этой причине еще раз. Вот это m в квадрате, в b4. Вы проверки, если мы где-то не ошиблись, или еще что-то плохого, то будет так. Дальше можно легко сочетать, если бы все бискалярные частицы стояли бы на 5. Давайте вернемся к этому ответу. Я еще раз хочу повторить. Вот эта величина, она получается у нас в зависимости от распада разной. Это же перевел в букву m, маточный элемент. Вот без этих всех множители. Понятно, да? Вот эту буква m для величины, когда скалярный на две скалярных была равна единица, помните? Ну, g, в смысле, константа связи, да? Когда был распад ровно от b плюс и минус, это было g, там, на εμ на b1 минус b2, правильно, да? Здесь получилась вот такая величина. Вот эта величина, это то, что характеризует, собственно, распад. То, что разная будет величина получаться, да? А вот эта величина, она везде будет одинаковая всегда, да? И мы раз ее уже вычисляли. Понятно, да? То есть, вот в этом смысле я могу сказать, что для двухчастичного распада любой распад будет иметь вот такой вид. Вот здесь в букву m, а вот это все остальное. Так да. Вот. И так же, так сказать, нужно просто брать и вычислять. Вот. Поэтому, понятное дело, что я опять хочу повторить, что, ну, как, вы можете получить формулу для двухчастичного распада, вот здесь мы сейчас вам живем, вот эти сосчита. То есть, понятно, что люди каждый раз, при вычислении каждого распада, не вычисляют вот это все, что мы с вами сделали. Они берут формулу, которую один раз мы вычислили, да? И вычисляют только вот это величина. Понятно, да? А то, ну, оно повторяется из раза в раз. Вот. А вот эта величина, это то, что характеризует разницу. Вот. Международная, собственно, характеристика процесса. Вот. Ну, значит, какие... Давайте, может, сначала по этой части, потому что, я так понимаю, перерыв я ваш сделал. Значит, вот это... Мы уже без перерыва теперь будем, да? Осталось, сколько там? Осталось 10 минут, да. Не знаю, отнять перерыв. Какие есть, вот, по этой части, камни и к вашему поверье? Ну, да. Ну, да. Ну, вот мы, например, усредняли по поляризациям. Ну, конечно, про Бизона. Да? Мы что, взяли? Мы просуммировали, да? По поляризациям написали сумму. А, написали одна треть, правильно? Если вы говорите про электрон, да? Если электрон, например, там, рассеивается, да? То, соответственно, мы можем просуммировать по поляризациям, как мы только что сделали, и поделить на одну вторую. Ну, нет. У нас же есть электронный позитрон. Нет. Если вы имеете в виду, что в начальном состоянии есть электронный позитрон, примерно... Ну, вы хотите сказать, пусть электронный позитрон... Посмотрим обратно процесс. Рождает Хиггс. Так. Или что вы хотите делать? Нет, ну, вот. Мы сейчас написали аппетитуду, а потом начинаем усреднять по поляризациям. Мы здесь суммировали. Мы здесь не усредняли нигде. Потому что у нас были электроны и позитроны, но у нас были конечными частицами. Поэтому мы просуммировали... Вот. Вы видите, он написал. Вот. Это один плюс по два, это два минус по два. Это сумма по поляризациям как электронам, так и позитронам. Мы здесь нигде не усредняли. По конечным... Если вы не интересуетесь... Повторяю. Если вы не интересуетесь поляризациям и конечных частиц, вы должны по ним просуммировать. Если у вас начальные частицы не поляризованы... Не поляризованы. Тогда вы должны по ним усреднить. Если они не поляризованы. Если поляризованы, тогда, ну, считайте, так как они поляризованы. Поэтому если... Здесь есть... Как это? Совершенно разные вещи, да? По конечным частицам вы можете, так сказать, не... Там интересоваться или не интересоваться поляризацией. Правильно, да? И тогда, я ещё раз повторяю, если вы не интересуетесь, вы должны им усреднять. Если не интересуетесь, то вы должны вот брать тогда вот такая, какая она есть. Понятно, да? Ну, с какой-то поляризацией. Вычислять вот эту, тогда, поличину. Вот. А по начальным частицам... Это зависит от ваших экспериментальных условий, да? То есть, у вас начальные точки могут быть как поляризованы, как не поляризованы. Если они не поляризованы, то это означает, что вы усредняете. То есть, вы можете что? Просуммировать по всем поляризациям. Ну, так как там все есть поляризации. Но если они не поляризованы, причём, то это означает, что вероятность каждой поляризации одинаковы. Правильно? И, так сказать, поделить на одно количество поляризаций. Ну, если вы имеете в виду электрон, да? То, соответственно, две поляризации. Ну, электрон тоже две. Если у вас в начальном состоянии две частицы и пучки, вот как на Е плюс Е минус пучки, да? На ВЭП 2000. Они там у них не поляризованы. По крайней мере, они так стараются. Да? Они не поляризованы. То есть, означает, что вы должны при рассмотрении такой реакции, да? У вас считают, что начальные пучки просуммировать по всем поляризациям и поделить на одну вторую на электроны, а одну вторую на позитроны. Понятно, да? То есть, вы усредняете как по электрону, так и по позитрону. Это есть произведение, правильно? Согласны? И есть ещё вопросы. Ну ладно, значит, сегодня у нас получится несколько укороченный семинар. Я на пять минут опоздал. И сейчас осталось пять минут, да? Но я не хочу начинать новую тему всё равно. Ну, вы там, в следующие семинары мне не дадите лишние пять минут, да? Вот. Если я вас задержу, то вы на информации не будете. А сейчас я уже не буду начинать новую тему, чтобы всё равно не пробираться. То есть нет. Ну, а вот эту причину, я ещё раз предлагаю, мы её вычисляли, вы сочетаете ещё раз я дома, и просто вот. У вас будет формула, где будет стоять вероятность распада, она будет стоять я в квадрате, и не нужно некоторое предоставить. Понятно, да? Ну, вы её вычисляли. Я говорю, не хочу повторять. Есть ещё вопросы? Нет вопросов. Тогда не будете сдавать. Этот именно очень ouvert. Потому что он отчет laughing. И у вас себя прилипу. И он всё равно отвечает наоборот. Да? Продолжение следует...